Доброе утро! А хочется, чтобы невесты были красивые, с приятным макияжем. Мы с вами будем сегодня обсуждать. На самом деле, не такой вопрос. Все-таки я вот задам вопрос. Мне казалось, что любая девчонка, она является в некотором смысле профессионалом. Потому что каждый божий день наносится этот макияж. В лифте, в машине. Везде, причем да, за рулем, ну везде. Почему вдруг свадебный макияж перестает быть вот этим вот каким-то профессиональным, обыденным для любой девочки делом. Для него нужно ходить в какие-то салоны, репетиции, в общем, там какие-то слои, это стоит бешеных денег. Вот все из чем? Нужно ли это? Я как мужчина хочу понять. На самом деле, там совершенно другие текстуры используются при макияже. Почему? Более стойкие. Очень эмоциональная невеста. Слезы. Так. Целый день длится свадьба, с утра до вечера это, и фотосъемка. Нужно, чтобы макияж держался с утра до вечера. Обычный макияж не держится с утра до вечера? Нет. Ага. Хорошо, ну давайте вот прямо так и пойдем. Чем отличается свадебный макияж от повседневного? Мы поняли, что он держится гораздо дольше, что он стойкий к слезам невесты, которые говорят, не хочу замуж, мне не надо. Он тут еще должен быть к слезам тех родных, которые обнимают и целую. Все верно, все верно? Еще, еще есть ли какие-то отличия у него? Ну, вот прямо именно внешнего, то, что можно посмотреть, обычная женщина или невеста. Он должен быть идеальным во всем. Макияж должен быть идеальным во всем. Ну, на самом деле, так, например, для фотографий. А есть какие-то тенденции? Для фотографий, для съемки. В этом году очень модно, там, не знаю, там, подвивать ресницы вниз, а не вверх, там, ну, что-то, 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 да. А, допустим, говорят, там, вот, как это называется-то, стрелки? Стрелки. Да, кстати, модная тенденция. Модная тенденция? Вообще, какие, оказывается, да. Екатерина, какие? Давайте их перечислим. Детей наверняка. Ну, для первых, это ньют макияж. Кто? Ньют макияж, это естественный макияж, естественный тон кожи, естественные брови. Дима. Ну, а пока все соответствует мне. То есть без зеленых теней каких-нибудь, да? Да, 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 натуральный цвет губ, легкие какие-то тени. Белый. Ну, она же в одной. Ньют макияж, то есть макияж без макияжа. Модная естественность, простота. Хорошо. А еще какие там, не знаю, там... Следующая тенденция – это стрелки. Стрелки разных размеров, разных направлений. Разных направлений, на самом деле, разной длины. Это уже для самых смелых невест. О, потому что это какая-то такая острый, острохарактер. Ну, не все пойдут на это. Еще есть какая-то модная тенденция? Это смоки. Кто? Смоки. Смоки айз. Я не знаю, как это. Что это такое? Я только слышал. Ну, это какие-то тени. Смоки айз – это растушевка, да, растушевка, но более в таких легких, дымчатых оттенках. Подожди, дергается глаз у меня от всех этих вещей. Просто наши телезрительницы понимают, о чем мы говорим, поэтому все, что нужно. Да, девушки меня поймут. Так, вот смотрите, с волосами все понятно. Взяли, лак нанесли, вот, по идее, там, суперстойки. А как с макияжем? Как сделать макияж? Тоже лак на лицо наносят? Как это происходит? На самом деле, существует такое средство, которое действует по принципу лака для волос. Это спрей-фиксатор. Он отлично матирует и закрепляет макияж. То есть накрасились, потом нанесли, а смывается это white spirit. Смывается это обычной водой, потом... Возвращаемся к слезам. Слезы невесты это вообще такая штука, потому что каждый уважающий себя гость изо всех сил пытается выбить слезу из невесты. Каждый момент на свадьбе голуби, все пытаются выбить слезу из невесты. Есть ли какие-то гримерные хитрости для того, чтобы даже если вот слезинка выпадет, чтобы ее не было видно, не оставалось следов? Чтобы потом вот эти вот разводы, тушь, вот это все вот не было на фотографиях? На самом деле это выбор устойчивых продуктов косметических. Водоустойчивых либо устойчивых. Их, к примеру, вот этот вот лак, он тоже, наверное, будет... Да, существует несколько лак, пудра, специальная база матирующая. У меня появился вопрос. Дим, у тебя он давно появился. Да, невеста, да, окей. Мало того, ты даже ответил на него уже утвердительно и положительно. Нет, я еще не ответил, нужно ли жениху как-то, ну мало ли как ты выглядишь, на свадьбе-то нужно выглядеть хорошо. Но дело не в свадьбе, дело в том, что там фото и видеосъемка, да? Нужен ли, поскольку вот мы, работая на телевидении, обязательно обязаны там пудрить лицо и поправлять себя, но это факт, но это всех касается. Нужен ли жениху макияж? Потому что большинство женихов говорит, нет, мы не будем краситься. Ну, вообще, если женщинам нужен макияж для того, чтобы подчеркнуть свою красоту, то мужчинам напротив, чтобы скрыть какие-то изъяны. Чтобы скрыть красоту. А, не быть красивой невестой, это пара. Чтобы скрыть изъяны неблагоприятный какой-то цвет лица, может быть, после мальчишника. Синячки под глазами. Ага. С макияжа сделать. Покраснения какие-то. Ну, не только же в этом дело, жарко, вот сейчас лето, вот вдруг жара, блестящее лицо, все равно мужчины несколько потеют. С этим можно как-то справляться? Конечно, можно использовать тот же чудо-спрей. Так, чудо-спрей. Есть универсальные средства. Чудо-спрей, хорошо, еще что? Можно использовать специальные матирующие салфетки, которые абсорбируют жирный блеск, впитывают, то есть, излишки жира. И сравнивать немножко. То есть, есть мужчины, которые... Я вот слышал про эти матирующие салфетки, но еще ни разу не держал их в руках. Вообще, интересно, что это за штука. Бумажная салфетка. А, знаете, еще есть такая история, Екатерина, когда пытаются всех, вот, невесты всех построить под одну гребеночка, чтобы у всех было одинаковое платье, чтобы у всех были там одинаковые туфельки, одинаковые какие-нибудь там браслетики. И одинаковый макияж. Особенно, вот еще одинаковый макияж не только у подружек, но еще и с мамой. Вот нужно ли это делать? Ну, вообще, желательно, да. То есть, в одной ноте с мамой макияж можно... Ну, нота, нота, не обязательно, чтобы он был идентичен. Ну, конечно, соответственно. А то перепутают, они же похожи, еще и макияж одинаковый. Чтобы подчеркнуть какие-то общие черты, допустим, лица. Это очень выгодно смотрится. А накладные ресницы, такой вопрос. Потому что, мне кажется, что самая важная черта, которую нужно прям усиливать, это глаза. Всегда. Какие бы они ни были, большие, маленькие, прям, чем больше, тем лучше. Ну, по-моему, лишь бы на фотографиях там они были большими. Но накладные ресницы, это как-то актуально в этом сезоне? Ну, я бы рекомендовала использовать накладные пучки. Выглядят естественней. Это почти как ресницы, только... У меня опять задергался. Это почти как ресницы, только пучки. Твой накладной пучок задергался. Да, как-то так. То есть, не по всему периметру, а от внешнего уголочка до середины пучки. Взгляд более выразительный, более открытый. Ну, я просто представил, что они длиннее на 5 сантиметров. У меня вообще... Так, у меня вопрос про помаду тоже очень важный. Да, очень важный. Связан с тем, какую вот использовать. Потому что, мне кажется, что должно быть две ярких вещи. Пучки. Пучки и... Губёхи. Да, и губёхи. У вас какое-то неправильное представление. Хорошо. А мы, кстати, вообще... Оно хоть какое-то есть, но у остальных там вообще нет. Ну, яркие помады, это как-то... И цвет какой сейчас в тренде? Яркие помады, это тоже актуально для тех, кто любит акцент на губы. Но лучше выбирать стойкие текстуры. В тренде сейчас насыщенные ягодные оттенки. Текстуры матовые. Чёрничный? Глубоко клубничный? Слива. Малина. Слива? Да. Прям такие... Для таких смелых дам. В этом сезоне модно что-то для смелых... Модно быть смелыми дамами. Это да. Стрелки, большие красные губы и какой-нибудь эксцентричный макияж. Либо нют, либо яркий. Либо нют, либо прямо экспериментальные какие-то рисковые вещи. Окей, друзья, мы сегодня вместе с Сашей Тарасовым и с Екатериной пытались разобраться в свадебном макияже для невесты, да и не только для невесты, еще и для жениха. Я надеюсь, у нас это получилось. Я надеюсь, что из нашего разговора будет сделан правильный вывод. Что жениху доверять? К этому вопросу, в этом вопросе к мужчинам никаким образом нельзя относиться серьезно. Нужно обращаться к специалистам, таким как Екатерина Вылежанина, визажист высшей школы имиджа и стиля. Например, спасибо вам за то, что вы заглянули к нам на горячек. И терпели нас. Да, потерпели наши глупые вопросы. Дима, что дальше? А дальше у нас астрологический прогноз, потому что звезды будут создавать для вас судьбу на ближайшие дни.